Всем салямочки, братанчики и принцессочки, всем большой салям, с вами ваш Кумыс, ребят. Как и говорил, я отыграл две каточки на первой карте. Сегодня, ребят, с вами пойдем на вторую карту. Сейчас я заберу плюшечки. Неплохо уже прокачался, считайте. Третий шлем, вторая броня, плюс немножко поднял бабок. Уже 385 тысяч за две каточки на первой карте. Думаю, неплохо. Кстати, вот, ребят, по поводу как прокачивать таланты. Заходите в командный пункт, дарите подарок вере. Видите, тут пистолеты, ружья. Можно еще здесь и купить плюшку, где я вам показал. Ну, их даже можно в первой карте находить. Вот, я дарю, смотрите, два пистолета. И она прокачивается до третьего уровня, ребят, и дает нам талант. После этого мы идем, ребята, в таланты. И начинаем прокачивать то, что вы хотите. Просто я у очень многих ребят новых замечаю, что таланты у них не вкачаны. Еще раз повторяю, чтобы вкачать таланты, нужно командно пункте вере дарить подарки. И тогда вы быстрее прокачаете таланты. Плюс рюкзак вы тоже на вместимость прокачаете в таланте, подарив подарки Яну. Вот этим трем героям. Тут я смотрю себя в друзьях. Ну, что, поехали, запустились. Надеюсь, новые ребята поняли, как прокачивать таланты. Сразу, смотрите, я попадаю на горе второй карте. Я предлагаю сразу, наверное, пойти лутать Темку. То же самое, не торопитесь, ребят, искать себе приключений на пятую точку. Советую просто зайти и залутать туннелечку. Сейчас я пойду, тут, может, кого-нибудь замечу, попробую прожать. Я просто у меня рез довольно-таки хороший и если занять тем, то можно дать зажим тем ребятам, которые сейчас передо мной должны пробегать. Но здесь, я смотрю, никого нету. На первой карте, я смотрю, ребята особо не файтятся. Ну, в начале вообще. Я уже тут на второй карте. Сейчас открою ящик. И посмотрим. Хочу подлатать, ребят, туннелечку подлатать. Что тут падает? Вон, зеленые компоненты буду забирать. Уже довольно-таки неплохо выгляжу. О, нифига себе. Магазина нету на второй карте. О, тут окна запечатаны. Я в первый раз такое вижу. Вот что значит, ребята, что Кумыс не играет на первой-второй карте. Сразу, думаю, здесь сейчас немножко постою, почекаю с бага. Баг-то тут рабочий. Может сюрприз, кому-нибудь сделаем, если кто-то подбежит. Так, моя улучшенная МКшечка. Здесь я пока никого не вижу. Пока очень тихо. С этой стороны тоже. Ладно, пойдемте. Так, один килл завалили. Это я бота завалил, ребята. Ну, я думаю, самое жирное место на второй карте, почему-то, мне кажется, это туннель. Я хочу еще полутать ящики. Так, тут ботов надо сразу. Есть минус один. Есть минус два. Чтобы боты нам не мешали, пооткрываем сразу ящики. Надеюсь, какие-нибудь годные хорошие компоненты нам упадут. Так. Видите, то, что таланты не работают, ящик очень долго открывается. А если вы, ребята, прокачаете таланты, вы ящик будете открывать буквально там за 4 секунды, если я не ошибаюсь. А так он открывается все 6 секунд. Давай, что-нибудь годное падай. Ну, синий компонент и ключи, и дизель неплохо. Так, тут еще, я знаю, есть ящичек. Мне вот интересно, а в туннеле где собаки? Там вообще что-нибудь нормальное падает, нет? Так, ну пока у меня план таков, ребят. Так, карточка какая-то синяя заберем. Залутать вторую карту. Весь туннель. И пойти уже на четвертую карту. И там уже поиграть. Ну, по идее, если так подумать, мне кажется, с точки зрения логики, лучше, наверное, всего поиграть пару каток на второй карте, чем идти на четвертую. Потому что на четвертой карте басы не появляются, а здесь и появляются басы. Это первое. Второе. На третьей карте есть туннель, где очень много ящиков можно лтать. А на четвертой карте там ящики на мысине и на школе, и все. И там обычно людей много собираются. Там опаснее. Так что, ребят, если вы хотите безопасным соло прокачаться для начала, чтобы вас никто не закрыл, то я советую отыграть проще пару каток на второй карте. Так и безопаснее, и лучше. Да и в туннеле, мне кажется, безопаснее ящик лутать. Если вы первые залетаете в туннель, вы обязательно услышите типа и можете выключить. Так, сейчас ботов снимем. Надеюсь, что-нибудь годное у меня будет сегодня падать. Так, уже 230 тысяч. Воу-воу-воу-воу-воу! О, планшет, неплохо, круто. Жирно, ребята, целый планшет. Получается... Так, тут никого нету. Первый планшетик упал. Так, мне фиолетово падало. Это получается... Ну-ка, так, ну бусты собирайте сразу, ребят. Аптечки прям не ленитесь открывать, потому что бусты очень дорого стоят. Вот, мне пришлось уже хаешки выкинуть. Молики, хотя они очень дорогие. Ну, уже почти 300 тысяч, ребят, набрали. Я надеюсь вытащить хотя бы 400-500 тысяч. Ну, чистыми, думаю, где-то 300 должно выйти. Так, они сразу... Вот вы эти боты очень сильно коцают. Так, где тут еще? Ля, сколько ботов. Я на них столько патронов пока. Надеюсь, на собак хватит. Сразу я решаю закрыть их. Чтобы не слышать левых шагов. Если я сейчас их не буду закрывать, и они будут стрелять, мешать, то... Соперник может услышать, подойти и подкрыться. Поэтому, если вы заходите, в первую очередь, на второй карте всех отстреляете ботов. Которые вас пытаются окружать и так далее. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Ящик с синими и зелеными компонентами. И очень хорошей честью. Тут у нас пока что? А пока ничего. А пока у нас тут опадает на 6 секунд. Ебой, фиолетовый компонент. Отлично. Так, здесь у нас... Покидаем уже зеленый. Я уже начинаю зеленый кикать. Есть еще фиолочка, отлично. Уже 318 тысяч. А вот вам и вторая карта. Довольно-таки неплохая, особенно если у таких туннельчика. Так, тут еще много ящиков. У меня еще есть там... Туннель с той стороны. И времени мало, всего 22 минуты. Но есть еще один жирный плюс. Когда вы лутаетесь в туннели, если к вам придет какой-то тип, ребят, его могут спалить боты. То есть вы уже будете понимать, что к вам кто-то идет, понимаете? Здесь боты работают как сигнализация. Поэтому туннель это самое такое безопасное место для лута, если вы, еще раз повторю, идете первыми. Во-первых, вы будете предупреждены, если бот даст там мисклик по сопернику. И вы его сможете спокойно принять. Ну и во-вторых, на вторую карту в туннеле мало людей идут. Поэтому, ребята, мы вам советуем в соло-режиме спокойненько тут прокачивайтесь. Если, естественно, у вас нету команды. В сквадах, конечно, полегче, ребят, прокачаться. В соло-режиме сложнее. Ну вот я вам покажу просто идеальное тактическое прокачивание, как можно прокачаться. И желательно без поражений. До фу-шу-режиме. Так, сняли бота. Здесь у нас, посмотрим, что выпадет. А здесь у нас выпадет... Опа, хлеб есть. Это отлично, ребят. Я флайерку называю хлебом. Поэтому вам уже пора привыкнуть. Значит, время будет играть на меня. Значит, мне торопиться явно не стоит. Я могу спокойно улететь и спокойно залутать всю карту. Жирный еще плюс, что нету соперников. Это очень хорошо. Так, здесь должен быть ящик. Вот он. 344 тысячи, ребят. Я уже со второй карты поднял. Так, тут что у нас? Чемоданчик. Ну, блин. Жалко, что нету четвертого или пятого рюкзака. Уже третий рюкзак почти фулл забитый. Так, ну оружейки, по идее, смысла, наверное, нету лутать, если вы уже нашли хлеб. Явно там оружие хорошее не упадет. Кроме чеси, там нечего брать. Ну и если, естественно, пойдет хлеб. Так, я уже патрон у них семерки смотрю, потому что у меня начинают кончаться патрончики. Ну, теперь пойдем на самое страшное место. Благо, у меня есть ПНВ-шечка. Так, выход, кстати, у меня недалеко возле моста. Сейчас пойдем к собачкам. Собачку надо сразу закрывать тоже, потому что, мне кажется, они хп очень сильно будут снимать. Так, бота сниму. Ё-моё. Он бессмертный оказался. Но у него ничего нет. Заранее тоже снимаю здесь бота. Если я буду бежать, не буду думать, что там бота. В итоге выйдет соперник. Поэтому я все заранее делаю. Чтобы любой шаг предотвратить и услышать. Пойдемте к туннельчик. Чек, не можешь, что нас ботов закрыли? Где собачки-то? Лол, кек. Странно. Страшно, конечно, когда ты заходишь без шмота. Потому что буквально 2-3 раза он тебя откусит и гг. Вот и звук пошел. Блин, страхово, честно. В соло режиму очень страшно играть. Прям в какой-то скример играть. Я просто боюсь слиться. А если я сольюсь, если потеряем кашку улучшенную, то это вообще будет крах. Где собачки нафиг? Ага, потом налетят. Надо сразу закрывать. Так, минус 2 собачки дали. Интересно, сколько их тут, ребят? Напишите, пожалуйста. Сколько в туннеле находится собак? Кто знает. Так, что у нас пойдет? Ебой, фиолетовый компонентик уже есть. Так, броня первая. Я думал, третья халява будет. Там 2 ящика, еще один в углу. Ну, думаю, оружейку не буду латать. Возле оружейки там собака, блин. Это страшно, когда в соло играешь. Вообще непонятно, где собаки находятся. 358 тысяч, ребят, подняли уже. Блин, ничего нету. Только синий компонент подниму. Ну, вот, звук есть. А когда звук есть, так страшно. Просто я буду сейчас скриманет. Выйдет как... Ага, справа есть уже. Так, 3 собаки уже закрыл. Ладно, откроем оружейку. Не зря же мы собачку закрыли. Так, что у нас упадет-то? У нас ничего, только честь заберем. Ну, в принципе, чем больше вы ботов сделаете, больше честь сделаете. Чем быстрее вы, ребят, опали. Что-то снова нужно прокачать. Четвертая собачка. 5 собачек. Получается, на второй карте всего 5 собак в туннеле. Надо запомнить. Конечно, я редко играю на второй и третьей карте, но... Надо запомнить, чтобы знать. Здесь я пока тоже ничего не выпадает. 359 тысяч. Я еще надеюсь, может, мы второго босса успеем цепануть, если он появится. Главное, чтобы его никто не забрал. Ебой, технический компонент. Есть фиолочка. Бустануться надо обязательно. 385 тысяч со второй карты. Так, тут что посмотрим. Неплохо так уже фиолетовые компоненты поднимаем. На второй карте, значит, фиолетовых компонентов полно. Будем иметь в виду. 400 тысяч. Я думаю, чисто мы уже где-то 200 подняли. Если не больше. У нас есть еще 16 минут. Я думаю, может, мы застанем босса какого-нибудь. Ну, главное, аккуратно, чтобы его там никто не стрелял, не цеплял. Поймите, вы тоже, когда начинаете только прокачиваться, у вас третий, второй сет. Вам буквально прилетит один патрон, и вы отлетите. Поэтому файта с пятерками, шестерками в открытую смысла нет. Если только подкрысить, тогда да, можно. А если вот так, то, ребят, не советую. Так, я еще тут, я еще не забыл. Сразу избавимся от ботов. Ну-ка, давай, что-нибудь хорошее выпадите, пожалуйста. Е-бой, детектор! Нормально, или же легендарные компоненты падают. Ой, красный компонент, извиняюсь. Ой, розовый компонент, извиняюсь. Так, бусты. Давай, что-нибудь жирненькое, хорошенькое. Есть буст. Пока тихо, ребят. Тоже тут буст цепанул. В рюкзаке там чуть место есть. 469 тысяч, ребят. Ну, я как-то так и думал, что где-нибудь пятихаточку вытащу. Это очень хороший результат, если вы идете на вторую карту и в соло выносите 500 тысяч. Это, я вам скажу, ребят, даже отлично. Может, мне хватит фулл четвертый сет купить, если они будут продаваться, конечно. И на четвертую карту уже пойдем в фулл четверочке, надеюсь. Что у нас тут там? Ничего такого годного не выпало, только честь возьмем. Так, еще ящики. Снесем быстренько босса. Вот 6 секунд без таланта ждать, как ящики открываются. Это просто жесткий, ребят, геморрой. Смазку возьмем. Пригодится соперникам. Наверное, мне надо уже зеленые патроны выкидывать. Сейчас я быстро в сейф закину самое дорогое. Так, какой-то синий надо забрать обязательно ключи. Если выкидывать, то только зеленые нужно выкидывать. Считайте, туннель мы полностью залутали. Вроде никого нет. Выходит, у нас 476 тысяч. Есть у нас босс на Снэйп Ките. Так, время 13 минут. Блин, на Снэйп Ките босса убивать, на самом деле, очень сложно. Там он в кимпе. Там много ботов. Там могут другие типы подойти и вас подсосать. Что-то как-то я не особо хочу идти на Снэйп Кит. Так, ну очень радует. В туннеле, заметьте, ребят, никого вообще нет. Я один. Заряженный-ряженный. Здесь тут бот. Я сейчас бота закрою. Так, вот еще ящичек. Падает что-нибудь хорошенькое, годненькое, пожалуйста. Плес, плес. Ну-ка, ай. Часы нормальные, кстати. Часы неплохие. Вначале вы будете часами радоваться, когда будете прокачивать свой новый аккаунт. 482 тысячи, ребят. Напишите в чате, за сколько каток вы в соло-режиме нулевый аккаунт прокачали до фулл шестого. Нулевый. Не тот аккаунт, где у вас все таланты прокачаны. А именно нулевый аккаунт. До фулл шесть сет прокачали. Потому что с нулевого аккаунта вы сразу вторую, в третью карту не пойдете. Поэтому тут сложнее. Я даже не буду эти ящики розовые открывать. Красные. Там, чтоб пятый сет выпадал. Я полностью буду прокачивать. Ой, фиолетовый компонент. Заговорился. Зеленым выкинем. Заберем. 496 тысяч, ребят. Тут еще два ящика где-то должно быть. Падый компонент хороший, жирный. Так, ключи неплохо. Сейчас зеленым выкинем на обратном пути. Заберем. Бото снимем. Кстати, вот это огромный плюс, что метрошка дает ПНВшечку. Это прям очень хорошо. Очень нужный прицел для начала. Конечно, от теплока бы не отказался. Но ПНВшка тоже не помню. Так, отлично. Ключи подобрали. Уже 504 тысячи. Пока, ребята, все идет по плану. Как раз я надеялся на такую сумму. Патрончики тут. Ну, вряд ли тут, наверное, что-нибудь уже упадет. Ну, зато жирная честь падает с оружиек. Ради этого стоит оружейку лутать. 22 килла. Вот там многих. И 504 тысячи. У меня тут босс рядом, кстати, со школой. Давайте, наверное, все-таки лучше закрою босса рядом со школой. Там боты все на открытые местности. А того босса на снайп-ките, мне кажется, будет тяжелее закрывать. Там закрытые местности. То есть, заходишь в кемп, он тебя может шотнуть, если у него дробашь. Плюс боты, плюс там и люди будут на выход идти. Мне кажется, идеальный вариант это вот это вот. Местечко. Ну, все равно, тоже рисковать не хочу торопиться. Хочу ботов отстрелять. Ой, переборщил. Чтобы они мне не мешали когда босса закрывать. Да и плюс люди могут бы сейчас услышать, а по боту стреляю и налетят. Поэтому мы аккуратно, не издалека. Врубим режим киллера и будем их забирать. Ой. Присел. Умный тип. Так. Два шлема голова. Лобби. Все, отлично. Наверное, к боссу надо ближе подойти. А то там может урона не регать, а у меня всего осталось. 180 патронов. Ой, он будет сейчас хиляться. Так нам могут и соперники подойти, если мы будем сейчас стоять тупить. Нам стоять тупить нельзя, надо его быстрее закрывать. Времени-то мало уже, 9 минут осталось. Давай быстрее, быстрее. А еще не забывайте, что таланты не прокачаны. Но у меня есть хлеб. Вот это самое важное. Ё-моё, ну что он прячется? О, побежал. Блин, иногда эти боссы какие-то необычные. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, за камнем прячутся. Ой, больно, 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 больно. Плохо, пацан. Уходим, уходим, уходим. Надо захиляться. Ля-а-а-а-ты. Ля-а-ты. Жесткий босс. Но это будет, конечно, фейк, если я босс примira. Чуть-чуть осталось, надо захиляться. 22 патрона. Босс, потише, потише. Ты чё так разволновался? Не температурь. Так, синий компонент. Наверное, рюкзак упал. Блин, броня бы упала, было бы круто. Ебой! Броня третьего уровня. Бля, вот это жир. Я уже фулл сет. Фулл третьего уровня сетик. С улучшенной МКшечкой. А вот теперь представьте, если бы играл бы синий МКшечкой, сколько я бы этого босса убивал. У вас бы синяя МКшечка была бы, синий патрон. Это забейте. А так, улучшенная МКшечка в самом начале, если вы играете аккуратно, не торопясь, она очень сильно решает. Да и против соперников вы сможете спокойно закрывать. Там у большинства людей будет улучшенная МКшечка. Либо совсем другие оружия. Поэтому в начале сезона улучшенная МКшечка будет, ребят, очень сильно тащить. Это самый жирный кейс. На третьей, пятой карте именно в начале сезона. А в соло-режиме тем более. В соло-режиме там ребята берут и М-мочки, всякие оружки берут непонятные. Так, 7 минут у нас осталось. Я не знаю, успею или не успею. По идее, должен успевать на выход идти. Ну что, вот такая, ребят, у нас выходит вторая часть. Отыграл и две каточки на первой карте. Поднял почти там 400 тысяч. Отыграл третью каточку на второй карте. Поднял уже 545 тысяч. Медленно, но верно, мы потихонечку, ребят, идем вверх. В соло-режиме так и нужно отыгрывать. Первые две-три катки надо чисто тактическое развитие. А потом уже, когда у вас будет там броня, хоть четвертая, шлем хоть пятый, или что-нибудь такое, шестого сета, вы уже можете играть понаглее. То есть, ваша задача в самом начале сезона грамотно в соло-режиме быстрее прокачаться. Ну, самый идеальный вариант, я, конечно, вам советую сквады. Если у вас есть сквады хорошие, меньше нервов потратите, быстрее прокачайтесь. Хотя не всегда у всех сквадах получается быстро прокачаться. У меня получается несколько частей, и вы можете посчитать, сколько часов потратить в соло-режиме, чтобы поднять фул-шестой сет. Но имейте в виду, то что я еще не мог играть на третьей и пятой карте, так как у меня аккаунт нулевый, я начал его прокачивать с нулевого уровня. То есть, а чтобы мне было играть на третьей и пятой карте, мне нужен аккаунт, чтобы был как минимум восьмого уровня. Блин, столько, смотрите, хп снимает, а у меня один из патронов. И не аптек, не бустов. Ладно, побежали, не буду внимания обращать. Блин, было бы, конечно, очень жестко, если бы боты закрыли. Ляботы такие, они могут закрыть. Иногда они просто пол хп сносят. Пока все жирно, пока все жирно, мне пока нравится. Я думаю, где-то 1800-700 я уже поднял, пацаны. Думаю, спокойно уже фул-четвертый сет можно будет купить. А, хотя, наверное, там надо тоже аккаунт восьмого уровня, чтобы купить. Фул-четвертый сет. Напишите, ребят, в комментариях, до какого уровня нужно прокачать аккаунт, чтобы вы могли купить четвертый сет хотя бы. Но, если честно, четвертый сет не сильно лучше третьего сета. Прямо ненамного. 545 тысяч мы вынесли. Посмотрим, сколько вынесем чистыми. Ой, у меня хлеб был, но я не стал вызывать хлеб, батить на себе людей. 31 ботов закрыли, неплохо. Есть уже уровень, до шестого уровня прокачали, ребят. Так, сразу талант увеличим, я на глаз иду, а потом набег без оружия в руках, это вот вторая посередине, вы будете быстрее бежать, когда убираете оружие. Мне кажется, по моему мнению, самый лучший талант. Потом силача в качайте, лутание в быстрого ящика. Так, тут у меня плюшечки упали, жир, жир. Все это мы дело продадим. Не посмотрела, сколько у меня чистыми вышло, напишите в комментарии, если вы заметили, ребят, сколько чистыми вышло. Так, шлем, броню оставим на всякий пожарный. Все, починим. 700 тысяч, нормально, ребят, 700 тысяч за три катки, при этом мы не шли на радейку и не попали на третью, пятую карту, где шмот падает. Так, ну пока у меня третья, пятая карта закрыта, обыграем следующую часть на четвертой карте. Не забывайте, ребят, подписываться, делиться видосом, как правильно прокачиваться в соло режиме. Всех, ребят, обнял, приподнял, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok